128 качеств у человека, и положительных, и отрицательных, 57 из них только положительных. И мы всегда, когда знакомимся, или встречаемся, или даже супруги, когда друг перед другом, они вот этим бриллиантом и блистают, 57 граней у бриллианта. И остальные качества, 71, кому остается, мы их, знаешь, как дети, когда подметают полы, под ковер заметаем, и любой человек, который ткнет нам под ковер, увидишь, у тебя там грязно, или ты злой, и мы начинаем потом доказывать. Когда ты начинаешь принимать в себе и положительные, и отрицательные качества, тогда тобой невозможно манипулировать. Ты становишься для окружающих как бы неуязвим, что ли. Потому что один раз ты врешь себе, создаешь себе определенный имидж, и потом ты начинаешь его завирать всю жизнь. То есть ты придумал себе образ успешного человека, тебе говорят, да ты неуспешный. И ты начинаешь бегать, да я неуспешный, посмотрите на меня. И вот оттуда происхождение всех понтов, наверное, которые есть вообще в нашем мире. Ну, во всяком случае, в нашей стране. И поэтому это от непринятия себя, и вот это вечное соревнование, или там доказательство, это из-за того, что человек не принял себя, ну, скажем, неуспешным, да, наоборот. И после принятия происходит какое-то очищение твоего поля, даже пространства физического. Принятие, оно идет через любовь к себе, да. А любовь к себе ты можешь получить только в те моменты, когда, знаешь, когда тебя вот залюбили прям. Очень много людей, которых в детстве недолюбили, в юношеском возрасте недолюбили. И мы вот пустые потом ходим. И вот когда вот эту любовь, ты наполняешься любовью, у тебя претензии все уходят. И очень быстро через это можно себя принять. Очень быстро. Но вот наполниться человеку любовью можно только в групповых каких-то сессиях. Потому что вот по одиночке он никак не наполнится. Даже он будет аффирмации говорить, проговаривать, там, я себя люблю, я там любящий, любимый, да. И это будет его вытаскивать, но это не даст ему наполненности.